Какая реклама 100% сработает в Instagram? Давайте сразу с вами на берегу определимся. То, что ни блогеры, ни сама таргетированная реклама не виноваты в том, что в данный момент у вас почему-то нет клиентов из Instagram. Основная проблема, почему большинство бизнесменов остаются без клиентов, это неправильное определение своей целевой аудитории. Вы не знаете желаний, боли, страхов, эмоций ваших клиентов. Вы не понимаете, кому вы адресовываете свой контент. И сегодня мы про это поговорим. Поехали! Всем привет! С вами Влад Ядров и это канал Инстановости, где я рассказываю про все самые современные методы продвижения в Instagram. И сегодня мы с вами говорим, какая же реклама 100% сработает в Instagram. Сейчас я не буду вам рассказывать про методы, то, что таргетированная реклама хорошо сработает, что реклама у блогеров отлично работает. Нет. Мы сегодня именно поговорим про основу самого создания рекламы. Основная причина неработающей рекламы в том, что вы делаете посты и вообще в целом ваш контент, вашего интернет-магазина в Instagram строится на том, что вы рассказываете про себя, про вашу услугу, про ваш товар и пытаетесь всячески сказать пользователю Instagram, купи, купи, купи. Это неправильно. Человек абсолютно не знает вас, он не может доверять вам в данный момент. И у него, естественно, есть какие-то страхи, прежде чем сделать покупку или какое-то целевое действие на вашем аккаунте. У большинства пользователей уже есть такая сформированная боязнь рекламы. Они быстрее пытаются ее пролистать, лишь бы она их не затянула, не потратила их драгоценное время, а самое главное, не вытащила из карманов кучу-кучу денег. Поэтому вам нельзя прямо рекламировать ваш товар или услугу. Я всегда советую заходить со стороны пользы. Вы, если имеете интернет-магазин одежды, вы можете сейчас сделать пост тренды на осень-зиму 2019 и показать девушкам, какие наряды они могут одеть из вашего магазина. Это будет полезный пост, и многих он зацепит. Кто-то его сохранит, кто-то напишет вам в комментарии, а кто-то перейдет в профиль и познакомится с вашим интернет-магазином, либо шоу-румом. Уменьшайте прессинг на вашу потенциальную аудиторию, давайте им больше пользы, и тогда они будут заходить в ваш профиль, знакомиться с вами и в ближайшей перспективе что-то у вас покупать. Также большинство продавцов в Инстаграм не собираются решать проблему пользователей. Им самое главное продать, втюхать, и это уже многие пользователи Инстаграм понимают. Поэтому у них есть страх перед тем, как начать диалог с каким-то продавцом. Вы должны поменять в корне эту ситуацию, начать помогать людям, решать их проблему, возможно даже какие-то микрозадачи выполнять бесплатно. Тогда у людей вырастет лояльность, и они, конечно же, потянутся к вам, начнут узнавать вас, и в конечном итоге, опять же, купят ваш продукт или услугу. Самый лучший способ, как продать свой товар или услугу, это продемонстрировать преимущество вашего товара или услуги перед конкурентом, или в принципе на рынке среди похожих товаров или услуг. Вы должны выделяться среди ваших конкурентов, а не так же, как все, показывать рекламу пользователю, лишь бы он купил. Также убедительная просьба, дорогие бизнесмены, переходите уже к другим призывам к действиям. Да, я раньше рассказывал, что люди как стадо, им говоришь купи, они покупают, им говоришь жми на кнопку, они жмут. Сейчас уже поменялась механика взаимодействия, она стала более лояльной, нежной, мягкой. Теперь мы не говорим, подпишись на мой канал, а говорим, загляни на мою страничку и прочитай какой-нибудь пост, это совсем по-другому смотрится. Также вместо купи, мы это заменили на получи бонусы, получи специальное предложение. Это намного лояльнее для клиента, нежели жесткое купи. Ну и напоследок, отлично сработает реклама, если у вас будет привлекательное изображение, цифры в тексте, в заголовке, это всегда привлекает внимание, люди думают, либо это цена, либо это какие-то преимущества. А также всегда используйте эмоджи, они очень ярко выглядят и привлекают внимание. Ну а самое главное, не забудьте определиться с целевой аудиторией, кому вы хотите продавать свои товары и услуги, и что эти люди про вас должны думать, какое позиционирование у вас на рынке, и какие эмоции ваш товар или услуга должны дарить клиентам. Все это сложится в единый пазл, тогда вы точно узнаете, кто ваша целевая аудитория. Ну а если у вас проблемы все-таки с определением целевой аудитории, то я ниже оставлю файл для того, чтобы вы его скачали, прошлись по нему и составили полный портрет своей целевой аудитории. Это самый первый и главный пункт для того, чтобы 100% любая реклама в Инстаграм сработала, потому что вы будете знать, на какие боли давить и какие эмоции должна вызывать ваша реклама у ваших будущих покупателей. Ну а на этом все. Если данный ролик был вам полезен, то ставьте лайк и подписывайтесь на данный канал. Ну а с вами был Влад Ядров. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok